Всем здравствуйте! Последний вопрос на сегодня будет связан с темой бизнеса. Стоит ли Луизе, Луиза такое имя красивое, спасибо вам за вопрос, Луиза, продолжать свой бизнес на дому? Но тут знаете, как бы, да или нет, дорого некорректно задавать вопрос. Поэтому я сделаю вам классический триплет карт на перспективность вашего бизнеса. Насколько он будет перспективен в течение полгода? Я думаю, что этого срока вам хватит для понимания того, чтобы принять решение, стоит или нет. Стоит ли в дальнейшем вам продолжать этим заниматься, или все-таки, может быть, какую-то другую сферу выбрать. Давайте посмотрим, давайте на вас сначала посмотрим, Луиза, вот ваш сигнификатор. Как я люблю эту карту, ну почему же она все время у всех выпадает? Здесь пятерка пентаклей, вот такая вот красивая. Но здесь нетипично, что очень много людей на этой карте, да, обычно тут двое, а тут прям уж трое, и кого-то вот выгнули, они бедные, несчастные. Упадок духа у вас, Луиза, что-то вы как-то попариуныли немножечко. И здесь-то, понимаете, и поддержка есть, и денежка есть. В принципе, может быть не такая большая стабильность, но у вас все же Луиза есть, я это вижу. По пятерке пентаклей чаще всего не хватает сил внутренних, не хватает потенциала как-то преодолеть. Может быть тяжелые какие-то действительно испытания, тяжко как-то, да, вот с деньгами проблемы какие-то в данный момент, и вы поприуныли. Но я всегда говорю, что нужно, улыбаемся и пашем, да, вот, но действительно так часто и бывает, что нужно иногда ко всему подходить, знаете, из такой немножечко, капелькой философии, что не всегда все будет получаться так, как мы хотим. И бизнес дело такое, особенно в нашей, наверное, стране, может быть и в другой стране, ну не важно, в любой, наверное, стране, она всегда зависит от каких-то внешних факторов. Поэтому я вам желаю все же не впадать в такое прям уныние, может быть все не так плохо. Ну давайте посмотрим перспективы для вас на полгода. Опять шестерка Пентакли у нас, как я это люблю вообще, постоянно одни и те же карты. Перспективы. Ну во-первых, смотрите, дно колоды, королева кубков. Вот если вы любите свое дело, и если вам жалит него отказываться, не отказывайтесь, вы как бы себя предаете этим, потому что королева кубков никогда не будет заниматься тем, что она не любит. Она может впадать в эту пятерку Пентакли, сомневаться, расстраиваться, отчаиваться, разочаровываться, может быть где-то даже. Но так или иначе, вот видите, иерофан тут лежит. Мудрость. Вы тем самым набираетесь своей какой-то жизненной мудрости, жизненного опыта. Поэтому я считаю, что вам, конечно, нужно преодолевать вот эту вашу кубковость где-то. И, с другой стороны, ее поддерживать все же теми начинаниями, которые для вас, для вас, вы их сами спровоцировали, вы сами создали то дело, которое вам нравилось. И, наверное, оно вам нравилось. Но, может быть, да, не сразу и не будет оно приносить вам какой-то доход там, или, может быть, сейчас трудное время. Я вижу, что. Я вижу, может быть, знаете, это может быть будущее, может быть недавнее прошлое. Почему? Потому что шестерка Жезлов говорит о каком-то триумфе. Эта карта положительная. Эта карта классная. Она на открытие классная. Она какой-то, знаете, когда человек дело открыл, и у него как-то раз, резко все вот, уф, вот сделал я, молодец там, да, все. И вот тут бенефис балерины, да, у нас получается. Ей рукоплещет в зал и все такое. Но это момент, понимаете, какой-то. То есть выйти на первый. То есть это вообще карта бизнесменов часто. Почему? Потому что человек, когда что-то свое открывает, он сначала, возможно, где-то недолгий период находится в шестерке Жезлов. Он на коне. Он выше, как бы, чем все остальные. Он вышел на уровень самого себя, личности какой-то, своей, своего личного дела. Вот. В дальнейшем у нас тоже шестерочка идет. Может быть, это вот как раз нынешнее ваше состояние, да, сейчас то, что как у вас дела обстоят под перспективой. Шестерка Пентакли, понимаете, вот сколько вам дают денежек, столько же, наверное, скорее всего у вас остается. То есть это, как бы, знаете, такая карта взаимообменов, когда вы очень сильно нуждаетесь в, ну, в стабильности или постоянстве клиентов. Потому что здесь все же именно такая карта передачи денег. Вот. И, конечно, эта карта в большей степени материальная. То есть я не могу сказать, что это негативная карта, но это карта такого некоего неравенства. Ну, как перспективу, например, да, можно рассматривать. Вам нужно думать, действительно, если у вас дело связано с клиентами, да, вот, то вам нужно, как королева мечей, думать о том, где вам искать этих клиентов, как вам нарабатывать этих клиентов, чтобы у вас постоянно был поток людей. Потому что здесь карта четко понимание дает мне, что вы очень зависимы от вот этой передачи «ты мне, я тебе», как говорится. То есть, возможно, в какой-то период это действительно будет очень жестко. Очень жестко нужно прям вот нарабатывать какого-то своего клиента или какого-то, я не знаю, даже, да, в такой сфере услуг 100%. То есть наработаете репутацию, сделаете, да, зарекомендуете себя, как королева мечей, тоже такая очень деятельная. И, знаете, немножко меньше эмоций, больше все же, вот так, меньше эмоций, больше все же какого-то разума, рассудка и понимания того, что не все сразу. Я не знаю, насколько давно вы открыли свой бизнес и насколько давно вы работаете, но, может быть, не очень давно, потому что на итог у вас выпадает сила. Это, знаете, нужно будет прям действительно проявлять силу, наверное, духа и воли. Вот эти карты, они диаметрально противоположны. То есть вот эта карта, возможно, вас побудит вот в эту карту прийти, потому что здесь все же старший аркан сила. Иногда это такие усилия, когда себя за, вот, за шкирку, да, поднимаешь и нужно делать. Вот, конечно, если у вас вопрос касаемо вот того, что там съемное помещение, что нужно какие-то деньги вкладывать, вот, ну, отдавать это каждый месяц регулярно. Можно подыскать разные варианты, но однозначно карты вам не рекомендуют это бросать, понимаете? Вот в чем парадокс, я к тому и веду. Ну, давайте по силе посмотрим более конкретное тут. Ну, да, понимаете, по силе вам нужно преодолевать ваше вот это вот разочарование. Может быть, вы как-то себе иначе мысли, обратите внимание, пятерка, пятерка, шестерка, шестерка, королева, королева и сила одна вот такая у нас осталась. Очень такие карты, они все разные, понимаете? Они все разные, они как две чаши весов, что перевесит у вас? Вот это вот состояние, да, по пятеркам, либо все же вот триумф, сила, королева мечей, да, вот что оно, что у вас перевесит? Вам все же нужно понимать, что любые, даже если вы прикладываете усилия, возможно, тот результат, который у вас получается, он не сразу будет тем, который вы хотели. Узнайте мне, вот поверьте, потому что я тоже начинала когда-то, да, и у меня это не основная профессия, и естественно, я на это не рассчитываю как на профессию. Но так или иначе, Москва не сразу строилась, как любой город. Нужно, если вы действительно любите это дело, не бросайте его, понимаете? Вы пожалеете потом, как королева кубков вы пожалеете. Как королева мечей вы скажете, надо было чуть дольше, наверное, как-то мне вот, надо было какие-то искать выходы пути решения. Нужно четко верить в свое дело, и, конечно, не впадать вот в эти карты, особенно пятерка кубков. Эта карта разочарования. Еще недолго совсем, и восьмерка кубков, и все, и уход. Но я не вижу, что вы прям готовы бросить это все. Я вижу, что вы находитесь в каком-то упадническом настроении в большей степени. Но давайте для вас совет. Совет. Потому что по перспективам, конечно, ага, совет-то вот вам верховная жрица. Вам и совет не нужен, вы сами все знаете, понимаете? И королева кубков, тут еще вот одни, очень много фигурных карт. Я вам хочу сказать, что, конечно, мы не видим здесь конкретных перспектив. Я вижу вашу борьбу. Но борьбу в большей степени, наверное, с самой собой и своей верой в данное дело. То, что вы на правильном пути. Вы на правильном пути, королева кубков не выбирают то, что им не нравится. Вы в это верили, а потом разуверились. И сейчас это вам мешает двигаться дальше. Вам нужно в первую очередь, наверное, поработать со своими собственными какими-то убеждениями. Что вы верите, для чего вам это нужно. Ну и по верховной жрице не имею больше вопросов, как говорится. Эта карта завершает расклад всегда. Я вам хочу сказать, что вы, скорее всего, сами уже пришли к какому-то решению. И не бросите, вы не будете в это закрывать. Вы будете дальше бороться. Я вам желаю, чтобы эта борьба вылилась в какой-то ваш еще один триумф. Чтобы вы сделали то, что вы хотите. Как вот открылись, пошли там учиться, да, выучились, стали кем-то. Может быть, свое дело открыли. И сейчас этот бизнес под вопросом у вас. Но он не под угрозой. Потому что я не вижу, что вы его бросите. Я вижу, что вы примете какое-то решение, которое сами как сами чувствуете. Ну вот я вам желаю успехов. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо всем тем, кто смотрел меня. Смотрит Тару просто ради интереса. Это очень действительно иногда бывает интересно. Поучительно, познавательно. Я желаю вам всем прекрасного дня, хорошего настроения. И никогда не разочаровываться в себе, самое главное. Будьте уверены, что если мы будем внутри сильны духом, у нас все обязательно должно получиться. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok